Итак, давайте рассмотрим наши примеры в нашей базе данных онлайн-магазина, примеры, которые были на слайдах. Первый запрос — это изменение таблицы Sale, удаление столбцов с временем создания изменения, удаление внешнего ключа, который был определён на поле Status ID, и удаление самого поля. Вместо этого добавление столбцов с временем изменения типа TimeStamp и столбца SaleStatus, который в данном случае является уже строковым, но для него есть проверка на попадание в определённый набор значений. Итак, давайте же попробуем выполнить этот запрос. Мы видим, что запрос у нас выполнился успешно. Давайте посмотрим на нашу таблицу Sale. Теперь мы видим, что у нас новое поле SaleStatus, новое поле TS Modified, нету полей даты создания изменения типа DateTime и нету поля Status ID целочисленного. Видим, что запрос выполнился успешно. Что же мы можем сделать теперь в качестве проверки значения? Кстати, давайте поговорим о том же, что такое тип данных TimeStamp. В MySQL он определён с возможностью фиксации времени операции автоматически. В частности, такая конструкция позволяет автоматически выполнять занесение текущего TimeStamp, текущей временной метки в поле типа данных TimeStamp при каждом изменении записи в какой-либо колонке. Надо сказать, что в MySQL, например, версии 5.5 есть возможность добавления и использования только одного поля такого типа в одной таблице. Но дальше уже начинаем, по-моему, с 5.6 или с 5.7. Можно использовать несколько таких полей. Мы же просто посмотрим, как это поле работает. Итак, если мы сейчас выберем все значения из нашей таблицы, мы видим, что значение для данного поля установлено в некое нулевое значение, нулевой TimeStamp. Попробуем добавить какую-нибудь запись в нашу таблицу. Так, выполняем такой запрос. Видим, что выполнился он успешно. Ну и видим мы, что наша новая добавленная запись также содержит нулевое значение TimeStamp, но все остальные поля там вполне добавились. Поле SalesSum, как и в запросе, у нас определено в виде значения Null. Так, если мы выполним запрос обновления данных, например, изменим статус заказа для нашей записи, мы посмотрим, что после этого автоматически поле с типом данных TimeStamp, значение этого поля было установлено в некую временную отметку, когда эта операция была произведена. При этом видно, что в самом запросе это поле никак не фигурирует, то есть его изменения производятся внутренними средствами с УБД и никоим образом пользователю на уровень пользователя эти данные не выходят. Это в каком-то смысле удобно для того, чтобы автоматизированно фиксировать то, что мы пытались раньше делать с помощью хранимых процедур и триггеров. Ну, как минимум, это упрощает код, упрощает работу администратора, проектировщика базы, но, как мы видим, опять же, тут надо быть очень внимательным. Это неявное поведение, ну, неявное в том смысле, что эти операции производятся без прямого на то, прямого какого-либо действия по изменению этого поля. Поэтому надо помнить, что они могут быть изменены при каждом апдейте. Ну, и некой вишенкой на торте наших знаний будет попытка выполнить следующий запрос. Что же он пытается делать? Он пытается добавить новую запись в таблицу сейл. И вот мы видим, что она содержит все вполне валидные значения, кроме значения поля сейл статус, который, как вы помните, для которого мы проверку ввели, что его значения должны попадать в некоторый выбранный диапазон. Итак, мы специально совершили ошибку, и при выполнении этого запроса у нас должно возникнуть исключение, потому что мы не должны пройти проверку на совпадение с одним из значений списка. Пытаемся выполнить этот запрос, и, ну, с некоторым удивлением обнаруживаем, что он выполнен вполне успешно. Давайте же посмотрим, что у нас в таблице. Вот мы видим, что у нас в таблице записалось новое значение с теми данными, которые мы указывали в запросе, с пустым значением таймстемпа, ну, точнее, не с пустым, а с нулевым, и с значением поля сейл статус, со значением процесс 1. Ну, мы, конечно, должны быть немножко удивлены подобному поведению, потому что мы же задали специальное ограничение на значение этого поля. Однако, тут разработчики с UBD MySQL, ну, скажем так, повели себя неоднозначно. Дело в том, что, опять же, в документации к этой UBD можно найти описание этого. Конструкция чек реализована, паршится корректно, как мы видим, запросы с этой конструкцией выполняются. Вот, однако, она никоим образом не приводит к никаким проверкам. То есть, вот такую конструкцию мы создали, она никаких проверок, она не инициализирует при добавлении, изменении, удалении значений. Ну, логику здесь действий можно объяснить, наверное, следующим образом. Это поддержка стандарта и возможность использования каких-то скриптов формирования или изменения схем баз данных, которые были изначально написаны под другие UBD, без, ну, или с минимальными переделками в UBD MySQL. Ну, очевидно, что при этом, что логика работы будет в каком-то смысле нарушена. В частности, данное определение проверки было явно проверкой на согласованность каких-то данных. Ну, а уже в UBD MySQL эта проверка выполняться не будет. То есть, сам скрипт формирования, который содержит такие конструкции, выполнен успешно. Но при работе, как мы видим, сами проверки производиться не станут. И это, конечно, очень, ну, на мой субъективный взгляд, неоднозначное поведение, которое будет, скорее всего, в какой-то момент обнаружено уже, скажем так, с определенными расстройствами, те, кто будет поддерживать и работать дальше с этой базой данных. Ну, вот, рассмотрели мы несколько примеров и видим, что с помощью достаточно несложных конструкций схема нашей базы данных может быть изменена. Субтитры создавал DimaTorzok